Здравствуйте, с вами психолог Полина Боттичелли. Я не поправила покрывала на диване из-за окошки. Не обессудьте, не хочу её будить. Я хочу поговорить об уверенности в блогерстве. Мне тут написал один человек комментарий, мол, вы не внушаете уверенность, не хочется вас смотреть. На что я ответила, конечно, не хотите. Не смотрите, никого не заставляю, не принуждаю. Но я задумалась о том, что действительно я даже не ставлю себе такой цели внушать кому-то уверенность в чём-то. И я скорее хочу сейчас в этом видео прорекламировать неуверенность. Сейчас все говорят, надо быть уверенным в себе. Уверенным в себе эмоционально быть хорошо. Хорошо, когда эта уверенность опирается на какие-то реальные источники. Например, если я знаю, что я хороший специалист, тогда я в себе уверена. Если я сомневаюсь, конечно, может быть, мне стоит проверить, а хороший ли я специалист. Ну, в общем, уверенность в себе как психологический феномен, я сейчас разбирать не буду, это огромная тема. А я хочу поговорить об уверенности человека, который что-то продаёт, продвигает, то есть какой-то публичной фигуры, например, блогера, как я. Или, например, эти психологи, которые инстапсихологи сейчас называют, это уже такое ругательное немножко понятие, они всегда очень уверены, и люди к этому привыкают как к чему-то нормальному. Типа, я знаю, как тебе надо жить, сейчас я тебе расскажу. А если человек так не говорит, то значит, он не знает, как мне надо жить, значит, я пошёл поищу кого-то, кто знает. На самом деле, давайте вспомним, чему ещё учил Сократ много веков назад. Он говорил, я знаю, что я ничего не знаю, но другие не знают и этого. А в буддизме говорится, что неведение — это источник такой эмоции, как гордость. Ну, по-христиански более выражаясь, гордыня, да? Это когда мы думаем, что я лучше других, я знаю лучше, я понимаю лучше, я умнее. И это такая ошибка восприятия, которая присуща всем, ну, человеческим существам, и не только. И получается, что из-за базового неведения, которое у нас у всех есть, раз мы не просветлённые, значит, оно у нас есть, это неведение, в большей или меньшей степени, у нас есть тенденция вот так думать, что я знаю лучше, и что вообще я уже знаю. Но чем больше мы продвигаемся в своём развитии, как Сократ продвинулся, тем больше мы понимаем, что, блин, не так всё, как я думал. И опять всё не так, как я думала. Я думала уже, что вот все люди с биологическим образованием, они классные, они молодцы, потому что они заинтересовались тем, как всё устроено. И тут я встречаю биолога, который полный дебил. И опять всё рушится, и опять не получается сказать, все биологи молодцы. Потом я думаю, наверное, все биологи дебилы, потому что что-то я начинаю замечать биологов-дебилов. Но потом раз, я встречаю какого-то, который молодец. И это опять же очень грубо, да, молодец и дебилы, это очень такие, ну я просто для краткости, вы поняли, о чём я. И получается, что как только ты пытаешься что-то зафиксировать, сказать, ага, все проблемы мы в отношениях по одной из трёх причин, например. Потом раз, и опять какое-то исключение, и получается, что, да, опять ни хрена я, получается, не знаю. И особенно работая психологом, чем больше я практикую, тем больше я вижу, насколько ситуации индивидуальные, насколько жизнь разнообразная, насколько всё-всё непредсказуемое. Это не значит, что вообще ни на что нельзя опереться. Например, можно опереться на то, что клиент лучше знает, что у него в жизни происходит. Но при этом на то, что проявляя заинтересованность, эмпатию, свой личный опыт привнося в контакт, я могу человеку помочь, помогая ему выразить чувства, разобраться в них. То есть всё равно какая-то схема в голове у меня есть, например, да, и благодаря этому человек разбирается в себе. А разбираясь в себе, он решает сам все свои проблемы, например. То есть можно быть не знающим абсолютно всё, но при этом знающим, как помогать людям на психологическом консультировании. Это если говорить про психологов. Если говорить в принципе про жизнь, то мне кажется, что, конечно, большинству людей проще психологически и эмоционально, когда они могут опереться на чью-то другую уверенность, когда они сами вообще барахтаются в этом хаосе своей жизни, не понимают, что делать и как из этого выбраться. Им легче, когда приходит кто-то, который говорит, «Я знаю, делай раз, делай два, делай три, всё у тебя получится». Поэтому сейчас таким огромным спросом пользуется коучинг и набирает обороты, и ещё будет, я думаю, набирать. Но на самом деле профессиональные психологи на коуче немножко так смотрят как бы хи-хи. Ну, по крайней мере, я. Потому что коучинг — это такое, так скажем, недопсихология. Потому что мы автоматически, мы не ставим под сомнение здесь, что, например, нужно обязательно достигать какого-то головокружительного успеха, что эти достижения — это самое главное, а может и нет. Мне кажется, важнее понять свои истинные желания, свои истинные ценности, а потом уже какие-то цели себе ставить. А коучинг, он эту фазу зачастую как бы проскакивает, как будто бы что-то у нас есть там взятое за аксиому, что, например, нужно обязательно стремиться к какому-то баснословному богатству или славе. Ну и вообще коучинг, так скажем, он просто… Это как психология, но более такая для чайников, ну, на мой взгляд. Я сейчас, наверное, обидела кучу коучей. Извините, я коучингу никогда не обучалась, но из того, что я вижу, чего коучи предлагают, то у меня такое мнение. Ну, может быть, я не права, тогда поправьте меня. Наверное, коучинг тоже есть разных уровней, есть более примитивный и более продвинутый. Но я так подозреваю, что более продвинутый, он всё-таки приближается к психологическому консультированию и психотерапии. И говоря про блогеров, если вам хочется слушать блогеров, которые, как Лобковский, уверенно говорят, что вам делать, то ради бога. Я просто хотела сказать, что я такой блогер, который этого делать не будет, и это моя принципиальная позиция. Я считаю, что более важно тех людей, которые в этом заинтересованы, просвещать на тему, а как учиться думать самостоятельно. Какая есть верная информация, и как в этой верной информации разбираться. То есть, как понимать, каким всё является самостоятельно. И для меня большая ценность — это свобода. И свобода — это то, к чему вообще далеко не все стремятся. Есть даже вот книга замечательная Эриха Фрома «Бегство от свободы», где он с точки зрения социальной психологии разбирает этот феномен, что большинству людей свобода не нужна, и они боятся её как огня, и всеми силами будут отдавать ответственность в свою жизнь кому-то другому, лишь бы на себя её не брать. И на это есть у них свои причины. Я же такой блогер, который, наверное, выбрал целевой аудиторией более малочисленную прослойку населения, людей, которые хотят брать ответственность. Или на самом деле, с экзистенциальной точки зрения, все берут и взяли, и несут ответственность за свою жизнь сами, только не все это понимают. Вот. Я рассказываю для тех, кто понимает, что ответственность за вашу жизнь лежит на вас, за ответственность за мою жизнь лежит на мне и так далее. И поэтому-то и важно учиться разбираться в том, как всё устроено, самому принимать решения, самому думать своей головушкой. Вот. И, соответственно, вы понимаете, как я отношусь ко всем блогерам, которые уверенно что-то кричат. Причём они всегда заметнее, такие блогеры, потому что кричать что-то уверенно гораздо более эффективно с маркетинговой точки зрения, чем говорить тихо и с сомнением. Но, как сказал... Сейчас посмотрю, как его зовут, всё время забиваем. Есть такой замечательный фильм, называется «Религулус». То есть это как будто бы «Редикулус», это по-английски означает «нелепый». А «Религулус» — это от слова «религия», типа «нелепая религия». Вот «Религулус». Фильм снятый... Билл Марр называется «Сатирик, агностик». Он снял такой классный фильм. Кстати, он забавный и про разные секты, про религии. Посмотрите, 2008 года уже не такой свежий, но всё ещё актуальный очень. Как раз в этом фильме он показывает, как религия выступает тем, что забирает ответственность за жизнь людей на себя. Он, кстати, вообще ни слова не говорит о буддизме в этом фильме, что, на мой взгляд, тоже логично, потому что буддизм совсем не похож на религии веры, так как он является религией опыта, в которой нет догм. И вот Билл Марр, он говорит в этом фильме, говорит, «Все эти религии, они продают уверенность, а я продаю сомнения». Сомнения скромно, и сомнения — это типа зашибись. И я присоединяюсь к Биллу Марру, и не то чтобы я продаю, но я, наверное, транслирую сомнения, потому что чем умнее мы становимся, тем больше мы понимаем, насколько мы ничего не понимаем, и это нормально. Поэтому если вам кажется, что вы всё понимаете, или что кто-то всё понимает, и что нужно обязательно всё понимать, то вам нужно ещё почитать Сократа. На этом у меня всё. С вами была психолог Полина Боттичелли. Всего доброго.